Очень надеюсь, что не фейх данное сообщение, потому что болталось в полицейских сообществах, в соцсетях, наверное, и сводок. Правда, сама ситуация идиотская. Итак, папа ограбил родного сына. Как мужчина пояснил впоследствии, на такой шаг его толкнуло безденежье, однако попросить помощи не решился, поскольку они с сыном долгое время находятся в конфликте. Далее. С заявлением о возбуждении дела в правоохранительный орган обратился сын гражданина, и теперь изюминка на торте – фамилия этой семьи Морозовой. Блин. Куда мы катимся? Что происходит? Мы уже все друг с другом перессорились, и вот это вот состояние каким-то нормальным для нас стало, когда все ненавидят всех. Общество поделилось на бедных и на богатых, на тех, кто за действующий режим, а на тех, кто против, причем люди ненавидят друг друга искренне. А что наши власти? А наши власти только поленьев подбрасывают в костер. Вот сейчас, 22 апреля, нас снова собираются столкнуть лбами. Уже началось. На этот раз клин между протестниками вбить. Решили идти голосовать или бойкотировать. Так, может, подеремся вообще? Они ведь от нас только этого и ждут. Вы не обратили внимания? Россия сегодня – это один большой колизей. Те, кто заняли места на трибунах, им положено. Потому что с интересом наблюдают, как рабы противостоят друг другу. Класс! Не угнетателям противостоят, а друг другу морды бьют. Только вот… А вы не помните, чем Рим-то закончил? А я вам напомню – рухнул. Оно неизбежно. Потому что… Простой пример. Когда в семье случаются бесконечные конфликты, что происходит с такой семьей? Вот выше пример приводил. Она разваливается. Когда войнушка начинается на каком-то предприятии между учредителями, затем внутри трудовых коллективов, что в конце концов ожидает это предприятие? Проблемы и уничтожения. Вот только собственники-то хоть какие-то деньги получат, а простые работяги. Это спецпроект реальной журналистики «Кремлевская обсерватория». Здесь мы обсуждаем самые абсурдные новости, которые попадают в ленту. Поехали! Ну и к главному сразу давайте перейдем. Голосовать, не голосовать. Очень многие сейчас задаются этим вопросом. Недаром выше сказал даже здесь. Нас умудрились расколоть, но эта политика, вы знаете, я, кажется, придумал. Ну, начну издалека. Голосовать, безусловно, нужно. Но не так, как нам предлагают эти ребята. Не по их правилам. Сначала объясню, почему нужно. Очень хорошо Ходорковский по этому поводу высказался. Отстраненность от любой формы протеста всегда играет на руку жулику. Вот ты не пришел на митинг? Или не стал принимать участие в голосовании на выборах президента, например? Это тебе кажется, что он импостуком ты бойкотировал данное мероприятие? На самом деле, а тебе просто никто не узнал. Тебя не учли. Тебя взяли и вычеркнули, обнулили. Сказали, мол, ну не очень-то и хотелось. Пропагандисты, к слову, этой историей часто пользуются. Мол, где эти протестники? Их вон на митинг 5000 человек всего вышло. И в чем-то они правы. Поэтому появляться нужно везде и всегда. Второй момент. Наши голоса им действительно и не нужны. Это правда. Чтобы это понять, почитайте тот законопроект о поправках, который подписал 14 марта Путин. Выходной день примчался подписывать. Почитайте и попытайтесь вникнуть, что там написано. Чтобы изменения вступили в силу, за них должны проголосовать больше половины участников голосования. То есть они пляшут не от числа избирателей, они пляшут от числа тех, кто придет. Это прямо в законопроекте написано. Что имеем в сухом остатке? Достаточно, чтобы пришли всего три человека, два проголосовали за. Все. Участок можно закрывать. Можно все остальные бюллетени записывать в испорченной. Программа минимум выполнена. И что-то мне подсказывает. Именно так и будет. Никто эти голоса не станет считать. Бюллетени просто выкинут в канаву и привет. Показывать-то в итоге нам будут процент проголосовавших. А не общее число граждан, повторюсь. Два человека из трех это уже 70%. А явку? Явку, господа, эти деятели просто нарисуют. Не так все время врут. Тут-то что изменится? Нужно всего лишь пригнать на какой-то участок. Три, там, четыре, пять автобусов с рабами. Согнать туда в центральный канал и снять все это дело. Показать по ящику. Вуаля! Явка была сумасшедшая. Вы же сами только что видели. Я, блин, всю жизнь работал на телеке. Че, я не знаю, как это делается. Тем более, что по регионам разослали указивку, какими должны быть результаты. 70 на 70. Вангую. Вот сегодня 21 марта. Именно такими результаты и будут. 23 апреля. Ну, там плюс-минус. Поэтому голосовать, ребята, надо. Ну, вот теперь что предлагаю я? А я предлагаю голосовать ногами. Как? В каждом городе, в каждом регионе есть центральный офис избирательной комиссии. Гор избирком или там обл избирком, край избирком, ну и так далее. В Москве цик. Вот предлагаю туда и приходить в день голосования к центральному офису избиркома в своем городе. Так это же получится несанкционированный митинг. Так скажете мне вы. Так вот. Чтобы этого не случилось, я вам сейчас подскажу, как нужно поступить правильно. Короче, прежде чем куда-то идти, напишите два заявления и держите их при себе. Одно на имя председателя избиркома. В интернете найдете, какие его зовут. Мол, я такой-то, такой-то. Прошу вашего разрешения проголосовать на территории этого избиркома, а также принять участие в качестве наблюдателя при подсчете голосов. И второе заявление на имя начальника полиции города, региона, края, неважно. Мол, пришел к офису городской избирательной комиссии с целью проголосовать, принять затем участие в голосовании в качестве наблюдателя, опасаюсь провокаций, бла-бла-бла, прошу принять меры для обеспечения моей безопасности. Как только к вам подойдет полицейский, вот мое заявление. Более того, сами помогайте сотрудникам полиции выявлять провокаторов с плакатами. Выкрикивающих кричалки заметили? Господин полицейский, обратите внимание, вот там вот, вероятно, затевается какая-то политическая провокация. По закону, никто не вправе запретить вам в день голосования прийти к избиркому и попроситься стать наблюдателем, повторюсь. Никто не вправе запретить вам дождаться оглашения результатов голосования возле этого избиркома. Вы, в конце концов, работе комиссии никак не мешаете. Это день голосования. Сам президент попросил вас принять в этом голосовании участие. Вот вы и принимаете участие. В конце концов, нигде не прописано, что голосовать вы можете только на конкретном избирательном участке. У вас есть право попросить тот же открепительный талон, например. Или вот, как сказал выше, я хочу стать наблюдателем. Почему нельзя, если власти начнут людей задерживать? Это уже будет косяк с их стороны. Простите, господин президент попросил нас принять участие в голосовании в миллионный раз, повторюсь, в общероссийском голосовании, когда мы пришли, нас повязали за участие в незаконном митинге. Разве наш президент может быть организатором незаконного митинга? Вот это, ребята, и будет голосованием против. Сразу будет понятно, сколько народу не поддерживают инициативы по изменению Конституции. Это в конечном итоге не позволит ребяткам обмануть всю страну. Главное, еще раз, никаких кричалок, никаких плакатов, флагов партийных и так далее. Сами сдавайте таких товарищей стражам порядка. У нас есть право. И я предлагаю вам правильно этим правом распорядиться. Все. Это была Кремлевская обсерватория. Увидимся, услышимся. Завтра на стриме. Клирик будет гостем. Пока-пока.